Меня зовут Люба, я работаю в компании DataArt, занимаюсь Android-разработкой. Сегодня я хочу вам рассказать о сборке Android-приложения с помощью Grader. Вкратце расскажу о себе. Я работаю в IT уже около 8 лет. До этого я занималась, ну, сначала я занималась Java, и последние 3 года уже занимаюсь мобильной разработкой, как Android, так и iOS, но последний год даже больше уже исключительно Android. Почему, собственно, я познакомилась с Gradle более подробно? Могу сказать, что у нас просто был проект, в котором возникла необходимость его действительно использовать, поэтому пришлось копнуть глубже. Давайте начнем. Значит, как мы обычно, как разработчик обычно собирает приложение? Ну, всегда, когда мы разрабатываем, пишем какой-то код, мы обычно используем IDE. Конечно, есть возможность собирать приложение в IDE. Это в зависимости от предпочтений может быть либо Eclipse, либо Idea, либо Android Studio, его аналог. Либо какие-то другие, либо какие-то автоматизированные системы сборки. Для Android мы можем использовать Ant, либо Maven, либо Gradle. Ant из этих автоматизированных систем сборок является самым древним. Можно сказать, он давно использовался также и в Java, еще до Android. также он и продолжает использоваться для сборок в Android. После, как дополнение или, как сказать, как следующий этап развития автоматизированных систем сборок был введен Maven, придуман Maven. От Ant, он дает намного больше возможностей, я бы сказала, в том, как мы можем сконфигурировать наши сборки. Кроме того, Maven имеет такое существенное отличие в том, что Maven нам предоставляет возможность использования удаленных репозиториев. То есть Maven имеет Maven Central, куда мы можем складывать наши, допустим, какие-то библиотеки, которыми можно будет пользоваться. И управление зависимостями, соответственно. Следующий этап — это Gradle. Gradle отличается от предыдущих двух систем сборок. Можно сказать тем, что он имеет… То есть сам язык написания build скриптов отличается тем, что в Ant и Maven используется обычный XML. В Gradle же используется так называемый domain-specific language. Это Groovy. Язык этот позволяет нам писать скрипты с подходом, с процедурным подходом. Кроме того, Gradle дает также большие возможности, допустим, по написанию каких-то плагинов, которые позволяют нам создавать как бы создавать возможность каких-то модулей, которые мы можем потом переиспользовать при сборке других проектов. Что же нам дает Gradle для Android? Ну, как я уже сказала, это другой язык. Это Groovy, не XML, как у нас использовалось в Ant. Прежде всего, следует сказать, что Groovy, он дает возможность нам делать код, сам скрипт более компактным, в отличие от XML. Ну и, в принципе, дает больше возможностей. Возможность кастомизации процесса сборки. Мы можем также использовать различные варианты сборки. Ну, именно о Build Variants я расскажу чуть позже, более подробно. Gradle для Android нам позволяет также, дает возможность управления зависимостями, довольно гибкая, и тоже будет чуть дальше. Поддержка, Gradle дает возможность поддержки Maven, Central и Ivi при использовании удаленных репозиториев. Также конфигурация манифест-файлов в различных сборках. Android Sign-in Configuration, то есть это возможность конфигурации подписи нашей сборки. Возможность настроения прогарда, подключения, отключения, а также указания прогард-файлов. Автоматизированного, из каких-то параметров автоматизированного тестирования. Ну, здесь я еще не указала, это, допустим, можно еще настраивать параметры линта. Как я уже говорила, Gradle дает возможность написания плагинов. Вообще существует довольно много плагинов для Gradle, но для Android конкретно мы используем Android-плагин. Android-плагин вообще на самом деле довольно активно развивается и регулярно выходят какие-то обновления, поэтому стоит указать, что мы сейчас будем говорить о наиболее актуальной версии, это 0.12, в силу того, что предыдущие версии имеют определенные отличия и поддерживает этот плагин Gradle 1.12. Что же нам, в принципе, нужно сделать для того, чтобы наше приложение, вот мы, к примеру, там создаем проект или у нас есть существующий проект, перевести его на Gradle или создать просто как Gradle проект. Прежде всего нам, конечно, нужно подключить Android-плагин. Здесь есть пример build-скрипта, как мы это делаем. Ну, стоит отметить, что у нас в структуре проекта всегда описывается сам скрипт в файле build-gradle. Кроме того, существует еще файл, есть еще файл settings Gradle, в котором мы обычно пишем, какие модули, что, собственно, какие подпроекты мы подключаем. В файле build-gradle мы описываем, если это файл, который находится в корне нашего проекта, мы описываем общую конфигурацию нашей сборки. В данном случае нам нужно для начала подключить Android-плагин. Для этого мы объявляем в dependencies путь к этому Android-плагину, который на самом деле является, лежит в Mavin Central. То есть вот выше вы можете видеть это подключение репозитора из Mavin Central. И в самом, уже в наших подпроектах, в которых мы будем использовать наш плагин, нам необходимо будет указать, что мы используем этот Android-плагин у нас при помощи Apply-плагин с таким вот путем. Когда мы создали проект, у нас есть, нужно отметить, что привычная структура проекта, она не является дефолтной для проекта Gradle. И в данном случае вот можно сказать, что у нас есть папки, ну как мы обычно складываем, у нас есть корень проекта, есть папка SRC, в которой у нас лежат исходники, папка RES и так далее. В данном случае у нас есть папка SRC, в которой мы складываем как бы множество наших исходников. Main – это тот модуль, который общий для всех вариантов сборки. А Android-тест – это то, что относится к нашим автоматизированным тестам. В остальном, в принципе, все то же самое, как обычно. То есть мы, допустим, в папке SRC-main создается у нас папка RES, assets и так далее, Android-manifest, за исключением только того, что сами исходники будут лежать в подпадке Java. Сам Gradle, в принципе, рассчитан на то, что есть вот какие-то conventions относительно, вот, допустим, структуры проекта. Если мы соблюдаем эти условности, то есть проект у нас, допустим, структура проекта совпадает с тем, как здесь описано, то файл конфигурации сборки BuildGradle у нас будет занимать достаточно мало места, нам не нужно будет, допустим, какие-то свои вещи прописывать. Если же мы хотим использовать какую-то свою структуру проекта, это все настраивается, и в файле BuildGradle мы можем указать для каждого типа сборки, где, собственно, у нас будет лежать код, где у нас лежат ресурсы, где лежат ассеты, путь к Android-manifest и так далее. Первый этап мы прошли, то есть проект мы создали, структура у нас есть, ну и как практически любое приложение в Android, оно не обходится без подключения каких-то зависимостей, каких-то библиотек. У нас есть возможность подключать библиотеки как локальные, которые у нас обычно, это jar-файлы, которые лежат в липс. Есть возможность подключать удаленные репозитории в зависимости, это Maven или Ivi. И есть возможность подключать в зависимости от каких-то library projects. Если у нас локальные библиотеки, то, как здесь указано, мы указываем, либо мы можем указать конкретные файлы, которые мы подключаем, либо, как здесь указана сама директория, в которой у нас лежат jar-файлы, которые нам нужны. Также, если мы подключаем, допустим, какие-то библиотеки из Maven или Ivi, мы должны помнить, что в самом файле мы должны указать также, что мы используем репозиторий, допустим, Maven. То есть, вот как было на одном из предыдущих складов, мы указываем Maven.central. Аналогично с library projects, мы просто показываем название модуля, в котором у нас будет наш проект. Проект создали, есть у нас какие-то зависимости, теперь наступает время сборки. Существует, по дефолту у нас существует несколько типов сборки. То есть, это билд и релиз. Ой, дебаг и релиз, прошу прощения. Но также мы можем задавать и какие-то кастомные типы сборок. Каждый из типов сборок мы можем конфигурировать. Есть определенный набор параметров, которые мы можем ему указывать. Я скажу чуть позже. Кроме типов сборок мы также можем указывать Product Flavors. Для чего, собственно, созданы Product Flavors? В принципе, суть в том, что мы можем создавать практически несколько версий нашей программы и настраивать для каждой из версий какие-то свои параметры. Какие именно, тоже расскажу дальше. Вот таким образом мы как бы их подключаем. То есть, если у нас есть какая-то необходимость создания нескольких флэйворов, то в нашем файле Build Settings мы указываем конкретно, какие флэйворы у нас есть. Здесь вот, допустим, флэйвор 1 и флэйвор 2. И в скобках дальше мы указываем, какие параметры, какую конфигурацию именно для этого флэйвора, конфигурацию сборки нам нужно. Вот, собственно, что же мы можем настроить для различных сборок и флэйворс. На самом деле, возможности довольно широкие. Я сейчас перечислю только основные, на мой взгляд, которые чаще всего используются, которые могут понадобиться. Остальные можно посмотреть в документации, либо можно посмотреть в сами исходники самого Android плагина. То есть, это не так сложно для него докопаться и увидеть, что, собственно, там есть. Первый пункт – это поля класса Build Config. Мы знаем, что когда у нас проект собирается, у нас автоматически создается класс Build Config, в котором есть какие-то обычные константы специфические для сборки. Если же у нас есть, допустим, несколько флэйворов, и мы хотим добавить новые константы, которые зависят от конфигурации нашей сборки, то при помощи Build Config Field мы можем добавить новые поля. В данном случае у нас добавляются два поля – это Namespace и Provider Authority. То есть, фактически, если мы откроем файл Build Config, мы увидим, что в нем будут объявлены две константные переменные, Namespace со значением, подставленным, которое в Application ID, call example package, и Provider Authority, которое будет равно Namespace. В каких случаях это может быть необходимо? Ну, в нашем конкретном случае, то есть вот этот кусочек кода взят из реального проекта, необходимость была в том, что у нас было несколько флэйворов, и каждый из них должен был собираться отдельным APK файлом, который имеет свой пакет. Ну, в данном случае это Application ID. Кроме того, нам нужно было указывать, так как у нас использовался контент-провайдер, нам необходимо было указывать также Provider Authority и использовать его в коде. Соответственно, для каждой сборки он будет свой, и нам нужно было получить к нему доступ. Таким образом, у нас создается, автоматически при сборке создается такие поля, как Provider Authority, и мы его можем спокойно использовать в нашем контент-провайдере. Также из конфигурации сборки мы можем настраивать и Android Manifest файлы, менять некоторые его параметры. К примеру, это, допустим, версия SDK, номер, имя версии приложения, пакет, некоторые другие поля. В данном случае мы видим Default Config, это как бы дефолтная конфигурация нашей сборки, которую мы используем. То есть здесь мы можем указывать какие-то параметры манифеста. Если же у нас, допустим, используется несколько флейворов, и один собирается под одну версию SDK, другой под другую, это все тоже можно настроить на уровне скрипта для нашей сборки. Также мы можем настраивать и параметры подписи, такие как KeyStore, Relias, Password. Когда это может быть необходимо, в принципе, для дебага и релиза это очевидно, то есть когда у нас используется какой-то ключ для дебага, KeyStore один, а для релиза, соответственно, другой. И в самом build скрипте мы можем все эти параметры указать, что дает возможность так вот гибко управлять сборками. В том числе, в принципе, доступ к этому, к Signing Config, есть и для настройки флейворсов. То есть, в принципе, если у нас есть несколько версий приложений, мы можем также настраивать и подписи к различным, использовать различные ключи, к примеру, для разных сборок. Еще одна интересная возможность, которая нам предоставлена в Gradle, это использование placeholders в манифесте. Что это такое? Когда мы пишем manifest file, опять же, не все параметры, которые в нем есть, мы можем настроить напрямую из settings, из build Gradle, из скрипта, собственно. Поэтому может возникать вероятность такого случая, что нам необходимо что-то задать в манифесте, опять же, специфическое для нашей сборки. Вот на примере можно увидеть, что это лейбл для новой activity. Здесь у нас в скрипте мы создаем множество placeholders, то есть это здесь массив создается, правда, он состоит из одного элемента. Placeholder, который называется activity label, и значение у него default name. Тогда это все в build скрипте. В самом же манифесте мы можем этот placeholder, по сути, использовать его значение. Мы объявляем новую activity и указываем, что лейбл будет равно этому activity label. То есть в процессе сборки вместо placeholder activity label будет подставлено default name. Как я уже сказала, полный список можно посмотреть, ну, не полный, а больше можно посмотреть в самой документации. Также, к сожалению, документация, она не совсем полная в данный момент, поэтому какие-то вещи, которых там нет, можно найти в классах default build type и default product flavor. Оба они наследуются от baseconfig implementation, с чего можно сделать вывод, что есть определенный набор параметров, которые общие и для типов сборки, и для flavors. Если вы пользуетесь, к примеру, Android Studio, то из нее можно удобно получить доступ к этим классам, увидеть их содержание прямо из вашего build скрипта. Мы рассмотрели, что такое build type и что такое build flavor. По сути, это два понятия, которые объединяются, и мы получаем вариант сборки. То есть, к примеру, мы можем иметь flavor 1 и flavor 2, и для каждого из них иметь дебажную и релизную сборку. В результате мы получаем build variant. Когда мы запускаем сборку, мы можем указывать, какой конкретно вариант сборки мы запускаем. В каких случаях нам вообще может понадобиться использование build flavors? К примеру, у нас есть приложение, у которого есть бесплатная и платная версия. Бесплатная версия содержит какой-то ограниченный набор функционалов, то есть какой-то набор классов мы можем туда вообще не включать, может отличаться еще какими-то параметрами. Для этого очень удобно будет использовать flavor, так как, как я уже говорила, мы создаем отдельные папки под каждый flavor и складываем именно то, что нам необходимо специфичного для нашего сборки в этой папке. Второй вариант, допустим, это брендирование приложения. Ну, собственно, то, с чем мы столкнулись у нас в компании и почему мы воспользовались Gradle. К примеру, значит, задачу я расскажу тоже на следующем слайде, в чем, собственно, состояла задача. Ну, или, например, еще демо и продакшн версия. Какая задача стояла у нас? У нас стояла задача сделать несколько сборок приложений, которые будут отличаться UI, иметь некоторые несущественные отличия в функционале. Ну, по сути, это было для нескольких брендов, то есть мы собирали отдельные сборки для каждого бренда. И обязательным условием было, что мы должны иметь возможность поставить несколько сборок этого приложения на одно устройство. Что мы для этого делаем? Для каждого flavor мы в настройках нашей сборки, конфигурации, создаем flavor, настраиваем его. В данном случае нам нужно было задать разные пакеты. Создаем различные пакеты для каждого flavor. По исходникам, если у нас есть какой-то общий код, а он всегда есть, мы его складываем в папку SRC main, то, что я говорила изначально. Дальше структура аналогичная, как обычно у нас в Android-приложении. Если же у нас есть flavors, то в папке SRC для каждого flavor мы создаем подпапку с названием этого flavor и складываем в нее уже в соответствии, опять же, с той же структурой, иерархией, складываем исходники. Исходники те, которые у нас специфические для этой сборки. Причем стоит отметить, что на самом деле происходит merge. То есть, к примеру, если у нас есть один общий манифест файл, мы знаем, что есть набор параметров, которые общие для всех наших сборок, он будет лежать у нас в папке main. Есть набор параметров, который специфичен для каждой сборки, и мы этот набор параметров описываем в нашем манифесте, не повторяя то, что было у нас в общем манифесте. Происходит merge манифест файлов, и на выходе, когда сборка выполнена, мы получаем один смерджный манифест, в котором содержится все, что нам нужно. Как я уже сказала, общие исходники у нас лежат в SRC main. Собственно, по Flavors'ом и по Gradle все. Я хочу еще рассказать про Android Studio. Какие возможности нам дает Android Studio в интеграции с Gradle и вообще к работе с Android. Android Studio активно обновляется, и они стараются следить за регулярным обновлением Gradle плагина, поддерживать последние версии. Конечно, мы знаем, что Android Studio это еще пока что бета-версия имеет определенные баги, но в принципе работать с ней можно. Поддержка Gradle у нее очень хорошая. Android Studio поддерживает работу с различными build variants. Она дает возможность нам из интерфейса, к примеру, выбирать какой-то вариант сборки, то есть это Product Flavor и Build Type настраивать. И прямо из IDE мы имеем доступ именно к тем исходникам. Мы видим те исходники, которые относятся к этой конкретной сборке. То есть если у нас есть несколько вариантов одного и того же класса, одного и того же файла в разных сборках, мы будем видеть тот, который относится к нашей конкретной сборке. Большой плюс того, что Android Studio так плотно интегрировано с системой автоматические сборки, заключается в том, что мы по сути имеем единую систему сборки VDE, и если у нас есть необходимость, собирать приложения из командной строки. То есть у нас не будет такой ситуации, когда мы собрали приложение, разработчик собрал приложение, к примеру, у себя на IDE, у него все собирается, отдал заказчику, который пытается собрать приложение из командной строки, и у него есть какие-то с этим проблемы. В данном случае мы от этой проблемы уходим. Кроме того, Android Studio, ну, большинство параметров, которые у нас есть в Build Gradle файле, они могут также настраиваться и из интерфейса. Если какие-то, конечно, сложные моменты, то это будет настраиваться, то все равно придется писать код. Также для новых проектов Android Studio автоматически добавляет нам в проект Gradle Wrapper. Что это такое? Gradle Wrapper — это, по сути, пакет, в котором у нас содержится, пакет файлов, в котором содержится у нас сам Gradle, последняя скачанная версия, которая нам нужна в проекте, и скрипты для Windows, Mac и Linux для быстрого запуска сборки. Чем нам вообще Gradle Wrapper хорош? Тем, что, во-первых, нам не нужно качать и устанавливать Gradle на локальной машине, то есть если мы передаем наш проект куда-то в другие руки, то необходимости скачивать новую версию Gradle или какую-то определенную версию Gradle уже нет, так как у нас все вместе с нашим проектом, и запустить, и довольно просто будет человеку, даже не особо знакомому со всем этим, запустить сборку нашего приложения. Причем, опять же, мы избавляемся от проблемы, когда у нас может быть расхождение версий. То есть если мы собираем у себя на локальной машине с одной версией Gradle, передаем заказчику, к примеру, а заказчик качает новую. Такой проблемы несовместимости у нас здесь не будет. Ну, в заключение я хочу сказать, что несколько слов по поводу того, что Gradle у нас, на самом деле это очень мощная система, которая позволяет очень гибко конфигурировать наши сборки. Gradle дает возможность написания плагинов своих, в том числе, то есть кроме Android Studio, Android плагин, мы можем создавать также и свои плагины, какие-то расширения. Как пример можно привести, например, плагин для подключения процессора аннотаций в процессе компиляции. То есть обычными средствами это будет сделать довольно сложно. В Gradle нам дает такую возможность, к примеру, если у нас есть какая-то библиотека, в которой используются свои аннотации, то с помощью Gradle мы это можем сделать. Плагины Gradle пишутся также на языке Groovy. Еще что хочу сказать, что если вы являетесь пользователями Android Studio, то, по сути, другого выхода, кроме как пользоваться Gradle, у вас особо и нет. Потому что если вы существующий проект будете открывать в Android Studio, то она обязательно вам предложит его перевести на Gradle, но, в принципе, работать с ним она будет, если вы не переводите. Если же вы создаете новый проект, то такой опции, чтобы создать проект не на Gradle, у вас нет. Может возникать вопрос, если, возможно, есть какие-то библиотеки, которые не поддерживают Gradle, но нам нужно их использовать, но большинство библиотек современных все же Gradle поддерживают, поэтому если стоит вопрос о том, использовать его или нет, по этому параметру, то использовать стоит, потому что большинство все-таки имеет настройку Gradle. И, как я говорила, Android-плагин очень активно развивается. Представлен он был, насколько я помню, на прошлом Google I.O. Сейчас тоже есть, постоянно выходят обновления, но пока что он не полностью документирован. Хотя документация есть, в принципе, почитать ее можно. Основные функции, которые у нас есть, и в основных конфигурациях, которые мы можем делать, в принципе, из документации можно найти. В принципе, все. Доклад был, по большей части, ознакомительный с тем, что нам… какие возможности нам дает Gradle при использовании с Android-проектами. Спасибо, надеюсь, я изложила то, что хотела.